О, как прекрасно О, как прекрасно Бесконечно Бог, любовь твоя Твоя любовь, Бог, здесь Твоим был врагом, но ты доказал любовь Скажи Бог, Бог, ты был так благ и верен Бог Я был нищим, но ты заплатил мой долг Так и спорь, ты был так благ и верен Бог О, как прекрасно Бесконечно Бог, любовь твоя Тебя 99 оставляешь, чтоб найти меня Он был недостоин, не заслужил я Но ты жертвуешь собой О, как прекрасно Бесконечно Бог, любовь твоя Твоя любовь, Бог, бесконечно О, Господь, мы жаждем Тебя, Бог Давайте все скажем, Господь О, ты прогоняешься в путь мой Ты разрушаешь, Господь Ты сжигаешь все огнем, все, что тебе не угодно О, наш царство Будет прямо соглашать Светом тьму прогонишь, горы все раздываешь, чтоб меня найти Стены все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути Светом тьму прогонишь, горы все раздываешь, чтоб меня найти Стены все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути Светом тьму прогонишь, горы все раздываешь, чтоб меня найти Стены все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути Светом тьму прогонишь, горы все раздываешь, чтоб меня найти Стены все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь Твоя Девяносто день оставляешь, чтоб найти меня Ты не достоин, не заслужил я, но ты жертвуешь собой О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь Твоя Девяносто день оставляешь, чтоб найти меня Он был не достоин, не заслужил я Но ты жертвуешь собой О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь Твоя О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь Твоя Дух Святой, мы молимся, чтобы Ты сходил на нас на всяком месте, где мы сейчас находимся Прямо у экранов телевизоров, компьютеров, Господь Сойди, сойди на каждого человека и наполни его собой Ибо Ты, Господь, оставляешь девяносто девять и идешь искать одну заблудшую овцу Господь, и Ты сегодня находишь нас по домашним группам Там, где мы остались, Господи Там, где мы остались с семьей, Боже Ты сегодня, Господи, объединяешь нас в духе Потому что Церковь Твоя, она не имеет, Господи, границ Она не имеет стен Она, Господи, вселенская Она Церковь, распространенная на всяком месте И никто не сможет противостать ей Сказано, что она столпы утверждений истины И врата ада не одолеют ее Никто не сможет закрыть Церковь Христа Только Иисус сможет ее вознести, когда Он придет И поэтому мы сегодня, как Церковь Христа Мы объединяемся в духе вместе И мы противостоим Всякому, всякому действию Направленному против нас во имя Иисуса Благослови, Господь Всех, кто нас сегодня слушает Всех, кто нас сегодня смотрит На всяком месте Во имя Иисуса Молились мы Тебе, и весь народ да скажет Аминь Воздайте Богу хвалу там, где Он находится Я приветствую вас, братья и сестры Любовью Христа Я приветствую телезрителей канала Вера 24 Я приветствую тех, кто смотрит нас в соцсетях Онлайн Мы вместе Мы церковь Независимо от расстояния Независимо от того, что мы, может быть, не собраны В одном месте Но там, где есть двое Там Христос посреди вас И если вы сегодня Муж и жена и дети собрались Христос посреди вас И если вы даже где-то в квартире Находитесь один И смотрите онлайн-трансляцию Мы в духе с вами И Христос посреди вас Беспроигрышный вариант Аллилуйя Слава Богу Поприветствуйте дома Рядом кого-то с собой И присаживайтесь в любви Божией Интересные времена, друзья, наступили Никто не думал, что вот так быстро В одночасье закроются церкви Кто-то предсказывал Кто-то говорил об этом Но не обращали внимания И думали, ну как В один день закроются мега церкви Но пришло время, когда люди готовы Свою свободу поменять на свою безопасность Спасите нас Сберегите нас От пандемии От коронавируса От коронавируса Который Поражает Пачками люди умирают Все заражается Все приходит в падение Но, друзья, наше упование Христос И праведной верой жив будет Нам не на кого надеяться, как на Христа Конечно, мы соблюдаем какие-то меры предосторожности Мы люди разумные Мы уважаем наши власти И мы послушны высшим властям Мы делаем это из-за послушания И для того, чтобы не заразить других людей Если наш Христос защищает То неверующих нет То неверующих не очень защищает, скажу так Не очень Поэтому нам нужно приходить к верующим для того, чтобы приносить им антисептик Защиту Самый лучший антисептик в мире, которым является Иисус Христос Самое лучшее обеззараживание в мире Это молитва покаяния, друзья Поэтому, если вы нас сегодня смотрите Покайтесь перед Господом Воззовите к Нему Кто призовет имя Его Тот будет спасен Никогда не думал, что на моей домашней группе Будет играть целая группа прославления Я буду проводить небольшую домашнюю группу И группа прославления целиком придет и будет играть Всегда мечтал А тот раз вот Бог мечты исполняет Сегодня некоторые видят положительные вещи в коронавирусе Говорят, заставил к Господу обращаться людей Все церкви объединились для того, чтобы стоять в молитве Люди забыли про красоту и стали носить маски Закрыли свои пухлые накачанные губы Заметили, да? Да, в фитнес не надо ходить Тот и заставлял себя Теперь ты говоришь, фитнес закрыт Все классно Можно оставаться дома В церковь даже Не надо приходить сегодня Сегодня церковь на диване Многие мечтали об этом Раньше все говорили Если ты будешь смотреть церковь в онлайн То ты и вознесешься в онлайн, да? А сегодня говорят по старанию Не ходите в церковь Смотрите в онлайн Видите, как все быстро меняется Все изменяется в этом мире Но не меняется только Господь Иисус Христос всегда Во веки веков Вечный И слава Господу Я буду продолжать Несмотря ни на что Было, конечно, побуждение Изменить темы Что-то говорить о страхе Что-то говорить о мире И прекратить серию проповедей Но потом молился и понял Что мы должны продолжать жить Как жили, друзья Нам не надо бояться сегодня Да, какие-то меры предосторожности Мы принимаем Но это не страх, друзья Нам не надо свою жизнь сегодня Так резко перекраивать Мера вынужденная Когда мы не собираемся Но она также и временная Завтра все закончится И мы вместе соберемся И будем дальше Славить нашего Господа Поэтому я буду продолжать Серию проповедей Которая называется Возвеселись неплодная Или я еще говорю Возрадуйся неплодная Вот И мы уже говорили Две темы Две темы я давал Две проповеди говорил И сегодня будет третья Она будет называться А кто благословляет тебя? А кто благословляет тебя? И если вы помните Последний раз мы говорили о том Что важнее Почва или семя? И я говорил Что надо следить за почвой Больше чем за семенем Потому что семя Которым является Слово Божье Оно имеет максимальный потенциал Стопроцентный потенциал И если ты его получаешь В сердце свое То вот семя Само по себе Оно будет работать Максимально для того Чтобы дать плод Но вот количество плода Будет определять Почва В которую Упадет Это семя Поэтому я сказал Что мы должны следить За почвой И помните Мы говорим На примере Анны Это женщина И в которой В которой говорится В первой книге царств В первой и во второй главах И мы говорили о том Что прежде чем Анна Зачала и родила Она была в храме И изливала из своего сердца Горечь Обиду Зависть Она все это делала Перед Господом И после этого Мы видим Когда она освободилась От всего Что удручало ее Что портило почву Сердце ее Тогда Она приняла И зачала И родила Самуила Поэтому я сказал Что нам нужно Смотреть За своими сердцами Чтобы они были В чистоте Чтобы почва Была благоприятной Для того Чтобы семя Упав в эту почву Принесло плод В 30 В 60 И в 100 Крат А сегодня мы поговорим О том Как важно Иметь в своей жизни Людей Которые молились бы За нас Благословляли бы нас Которые помогали бы Тебе Возделывать почву Твоего сердца Взрыхляли Удобряли Эту почву Почву Другими словами Окучивали нас Нам нужно Чтобы люди Которые Которых Бог Поставил Наставниками Над нами Окучивали нас Приводили в порядок Потому что Мы сами по себе Бываем лукавыми Я часто люблю Говорить эту фразу Мы сами себе Хорошие адвокаты Но плохие Прокуроры Поэтому Нам нужно Нужны Здравые люди Рядом с нами Которые будут Помогать нам Взрыхлять Почву Нашего сердца И давайте сегодня Будем говорить об этом Давайте сегодня Откроем Первую книг Царств Первую главу И начнем читать С двенадцатого числа С двенадцатого Стиха Извиняюсь Двенадцатый стих Между тем Как она долго молилась Перед Господом Или смотрел На уста ее И как Анна говорила В сердце своем А уста ее Только двигались И не было слышно Голоса ее То Или Щел ее Пьяный Друзья Хочу остановиться Здесь и сказать Только Господь Знает что в сердце Человека Иногда мы люди Делаем неправильные Выводы Или смотрел на ее Уста На ее поведение И сделал вывод Что она была пьяная Иногда мы смотрим Друг на друга И делаем неправильные Выводы Делаем выводы Какие намерения У этого человека Хотя И близко Не можем знать их Только Господь Сердцевидец Только Бог Может знать Внутренность Нашу И намерение Нашего сердца Поэтому мы должны быть Очень аккуратными В своем суждении Касающихся Или касающегося Других людей Людей Которые Нас окружают Илия ошибся И здесь сказано И сказал ей Илия Илия Да коли ты будешь Пьяную Вытрезвись От вина твоего И отвечала Анна И сказала Нет господин мой Я жена Скорбящая Духом Вина И секира Я не пила Но изливаю душу Мою перед Господом Не считай Рабы твоей Негодную Женщину Ибо от великой печали Моей И от скорби Моей Я говорила До сели И отвечал Илия И сказал Иди с миром И Бог Израилев Исполнит прошение твое Чего ты просил у него Она же сказала Да найдет Раба твоя Милость в очах твоих И пошла она в путь свой И ела И лицо ее Не было уже Печально Как и прежде Аминь И мы читаем о том Как Илия Несправедливо Обвинил Анну В том что она была Пьяна друзья И сделал он это публично Потому что мы читаем Что Илия Сидел на седалище При входе И когда Анна Молилась Он увидел Как будто бы она была Пьяная И он сделал ей Замечательно Это не было так Что Илия встал Подошел к Анне И сказал ей На ушко Анна Ну ты наверное пьяна Давай потихоньку Выходи из храма Нет Илия не вставая Со своего места Публично Обратился К ней И я так думаю Что в этот момент В храме кто-то находился Она не была там одна Потому что Навряд ли Храм открыли Для одной Анны И священник сидел И наблюдал Как она там молится Скорее всего В храме были люди И тогда выходит Что Илий Священник Публично Незаслуженно Оскорбил Анну И меня удивляет Реакция Анны Друзья мои Когда нас Кто-то Оскорбляет У нас У нас Очень бурная Реакция Мы сделаем все Для того чтобы тот Человек который Нас оскорбил Пусть даже заслуженно Он пожалел об этом А если не заслуженно Мы приложим все силы Для того чтобы Этот человек Просто на коленях Перед нами ползал И просил Извинения Все узнают Сейчас Есть средства разные Для того чтобы все узнали О том что мы пострадали От рук этого человека Но меня удивляет Реакция Анны Она говорит что Нет господин мой Не считай Рабы твоей Негодны И у меня сегодня Вопрос ко всем вам Вы часто называете Тех людей Которые вас оскорбляют Господином Жена мужа же Мужа не назовет Господином Если он что-то поперек Ей сказал Или наоборот Часто у нас Для этого Другие слова припасены Когда нас обижают Я сейчас не буду говорить Потому что формат Нашего служения Не позволяет Но у каждого Есть в арсенале Такой набор слов И когда нас кто-то обидел Мы этими словами Апеллируем К этому человеку Чтобы Возвать к его совести Но Анна Говорит Господин Это не так Вы знаете Я вижу Что Анна Через это Действие Проявляет Смирение Проявляет Смирение Прежде всего Перед Богом Да аминь Но и так же Перед человеком Которого Бог Поставил Служителем И понятно Понятно Почему Бог Благословляет Анну Потому что Слово Божие Говорит что Смиренным Господь Дает благодать А гордым Господь Противится Поэтому Бог всегда Обращает внимание На смиренных людей И Бог никогда Не проходит Мимо смиренного Сердца Потому что он сам Характером таким И он сам Нас учит И говорит Научитесь от меня Ибо я кроток И смирен И тогда Найдете Покой Вашим душам Бог Учит нас Тому чтобы Мы были Смиренны И вот именно Через это действие Анна Показывает Свое смирение Но на этом Она не останавливается Анна идет дальше Она говорит Да найдет Раба твоя Милость В очах Твоих Друзья мои Вы искали Когда нибудь Милость В очах Своих наставниках В очах Своих пасторов Которые незаслуженно Вас оскорбили Милость Казалось бы Подожди Подожди Анна Ты что-то перепутала Или тебя оскорбил Он сейчас Должен был На коленях Ползать перед тобой И просить У тебя прощения Извини Анна Я подумал Что ты была пьяная Но ты оказалась Не таковой Я сделал что-то лишнее Я не в том месте Не тем тоном Сказала тебе Плохое Прости меня Анна Но так не было Анна говорит Я хочу найти Милость В глазах Твоих Послушайте друзья Нам не тем тоном Скажут Мы уже Обвиним Пастора Наставника И скажем Что нет любви Вы знаете Вы бы могли мне Сделать замечание Но не так Как вы сделали А как не так Надо было бы Один на один Отвести меня в сторону Куда-нибудь Километров на пять От церкви Где никто бы нас не видел Потом тоном Таким вот знаете Заискивающим Таким ласковым тоном Прежде Сделать мне Мне Сделать мне Ну Десятка два комплиментов Сначала Какой я хороший А потом Только сказать Замечание Да если я тебе сделаю Двадцать комплиментов Ты не замечаешь Замечания никакого И после десятого Я уже не смогу Замечания сказать Я уже тебя так нахвалю Что сам поверю Что ты хороший Скажу Что я его сюда привел Зачем Какие замечания Но Анна Так себя не вела Она понимала Что это священник И она говорит Я хочу найти милость В глазах твоих И знаете что я вижу Именно такое поведение И благословила Анну Потому что После этих слов Илий Говорит ей Иди Иди с миром И Господь сделает То что ты Просила у него Знаете я сегодня Уверен В том Что если бы Илий Не благословил Анну Она бы Навряд ли Родила Самуила Знаете я Хочу сегодня Сказать Что некоторые Благословения Не все Но некоторые Благословения Находятся Для нас Находятся Во власти Наших наставников В их устах И если они Не благословят Вас Вы Не получите Эти благословения Бог Сделал так Что Он создал Церковь свою И в этой церкви Одних Поставил Апостолами Других Поставил Пророками Других Евангелистов Пасторами И учителями Так написано в Ефесянам В четвертой главе И сделал Он это С определенной Целью Есть Несколько назначений Но одно общее Назначение Для того чтобы Для того чтобы Подготавливать людей К делу Служения И одна из целей Для чего Бог Сделал это Звучит так Это Послание к Ефесянам Четвертая глава Пятнадцатый стих Истинную любовью Все Возвращали в того Который есть Глава Христос Вот он Поставил для нас Наставников Чтобы мы Истинную любовью Все Возвращали в того Который есть Глава Христос И вот слово Возвращали Или Выращивали Имеет смысл Умножение Друзья Не просто в чем-то Расти Самому Возрастать Но оно говорит о том Чтобы умножалось Что-то Через рост Чтобы мы Приносили плод Умножающийся Выращивали Этот плод Знаете плод Не сам по себе Появляется в нашей жизни Мгновенно Он должен вырасти На это требуется Время Это процесс Когда мы Выращиваем Плод в своей Жизни И вот на пути Или в результате Этого процесса Нам нужны люди Которые будут Помогать Нам выращивать Этот плод Нам нужны люди Которые бы Благословляли тебя Нам нужны Нужны люди Которые бы Молились за тебя Нам нужны люди Которые бы Обличали тебя Нам нужны Наставники Аллилюя Аминь Это очень важно Бог так устроил Вот здесь И мы видим Ценность церкви Сегодня Наставничество Очень сильно атакуется Пастырский Институт Очень сильно атакуется Люди говорят Зачем мне церковь Сегодня классные Трансляции по онлайн Мне не нужна церковь Ну кто сегодня Молится за тебя Хочу спросить Кто сегодня Благословляет тебя Хочу спросить А меня благословляет Вот человек Который Которого я вижу В онлайн трансляции А он может не тебя благословляет А свою церковь А кто лично за тебя Молится Кто знает сегодня Твои нужды Перед кем ты открываешь Своё сердце Кто сегодня Может говорить В твою жизнь Задай себе этот вопрос И для этого нам Нужна церковь И для этого нам Нужны братья и сестры И для этого нам Нужны наставники Которые будут Помогать нам Взращивать Наш плод И прежде Бог поместил Слово в их уста То есть То семя Которое Должно быть Высвобождено Или Посеяно Знаешь что Хочу сказать Земля сама себя Не сеет Нужен сеятель Нужен тот Кто придет И разбросит Семена Я Библию читаю Это классно Это здорово Ты взрыхляешь свою землю Это хорошо Но где сеятель В твоей жизни Кто сеет семя В твою жизнь Христос Это тоже классно Но почему-то Павел Обращается к церкви И говорит Братья мои Подражайте мне Как я подражаю Христу Он же мог бы сказать Друзья мои Подражайте Христу Напрямую Он говорит Нет подражайте мне Как я подражаю Христу Павел показывает Эту теократию В церкви Закладывает Институт пастырский Институт наставничества Который Нам во благо Друзья мои Бог это сделал Не для того Чтобы нас ограничить Не для того Чтобы нас ущемить В наших правах Он сделал это Для того Чтобы мы Были благословенными Чтобы мы Имели Пребывающий плод В своей жизни Анну Благословил Или И сказано Что Анна После этого Пошла Зачала И родила Самуила Если бы Илий Не благословил Анну Я убежден Не было бы никакого Плода Потому что в этом Есть Божие устройства И Божий принцип Когда Бог Помещает Наше благословение В уста Людей И в основном Священников Да аминь Он может Тебя благословлять Напрямую Но более всего Благословение В нашу жизнь Текут Через людей Посмотрите На свою жизнь Не напрямую Кого Бог Вот есть Такие случаи Сверхъестественные Но Кто меня сейчас Слушает Кто сейчас Меня смотрит Кто сидит в зале Задайте себе вопрос Кого Бог Финансами Благословил Напрямую Ты вышел На лестничную площадку А там лежит Конверт И подписано От твоего Любящего Папочки Господь И ты такой Вау Напрямую Такого не бывает Ну у некоторых бывает Чудеса бывают Да но это очень редко Когда Богу что-то понадобилось Он может сделать все Но в основном Финансово Нас благословляют люди Через людей Приходит к нам благословение Когда к тебе подходят И говорят Брат Бог мне сказал Или сестра Благословить тебя Так же и ты делаешь Когда ты подходишь Я надеюсь Что ты так делаешь Это хорошо так делать Блажение давать Нежели получать Когда ты подходишь К брату И говоришь Брат мой Сестра моя Бог положил мне на сердце Благословить тебя И даешь ему деньги Ты же не делаешь так Брат мой Сестра моя Бог Сказал мне Что Он благословит тебя финансами, ожидай, ожидай, завтра с неба упадет мешок где-то с деньгами или конверт с деньгами. Мы так не делаем. Бог использует людей для того, чтобы свое благословение распространять по этой земле. Он побуждает своих детей к этому, и тебя в том числе. Поэтому будь внимателен ко своему сердцу. Если Бог побуждает тебя кого-то благословить, благослови. И когда Бог благословляет тебя, прими. Некоторые могут благословлять, но не могут принимать благословение. Вы лишаете того человека, который благословляет вас благословение в его жизнь. Он сеет сегодня, а вы ему руку удерживаете, чтобы он не сеял. Так нельзя делать. Если вас благословляют, принимайте и благословляйте сами. Посмотрите, в Новом Завете мы находим поучительную историю. Это Евангелие от Матвея, 15 глава, который говорит о женщине. О женщине-хананиянке, которая не была достойна получить благословение. Но она что-то сделала такое, что остановила Иисуса, и она получила непринадлежащее ей благословение. Бог не планировал благословлять ее. Но она какие-то сделала действия, которые побудили Господа благословить ее. Я хотел бы прочитать эту историю в нам научении и дать вам пару-тройку принципов, которые помогут вам также получить свое благословение и быть плодоносными. Давайте мы прочтем Евангелие от Матвея, 15 главу, с 22 текста. Здесь написано, и вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибающим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Мы видим историю, что Иисус, как всегда, находится в движении, он куда-то идет, его окружает толпа, за ним идут ученики. И вот женщина, у которой больна дочь, она услышала, наверное, где-то, что Иисус, Он исцеляет людей. Ей нужно это исцеление, оно необходимо, и ее ничто не останавливает. Знаете, когда людям что-то необходимо, и они не видят выхода, и вдруг что-то забреждело, какой-то свет на их пути, где-то вдали, они будут к этому свету идти, несмотря ни на какие преграды, никто не сможет их остановить, потому что там, и только там для них есть надежда. Вот Иисус, как свет пришел, и эта женщина увидела, что есть надежда в этом человеке. Она, может быть, и не знала, что это Бог, она не подозревала, что это Господь, но в сердце ее возродилась вера, которую Иисус потом похвалил. Не было никаких фактов, она не знала, что исцелится дочь, просто вера внутри поднялась, и она пошла к нему навстречу, и она стала кричать, но, сказано, Иисус не обращал внимания на нее. Она кричала тогда еще больше, но Иисус не обращал внимания. И мы видим, что она все равно каким-то образом добилась того, что Иисус обратил на нее внимание, сказал, велика вера твоя, иди, дочь твоя исцелилась. Она получила желаемое, хотя и не должна была получить, потому что сам Иисус сказал о том, что я не пришел ко всем, я пришел к овцам двора своего. То есть на тот момент у Иисуса было четкое понимание, что Он пришел для народа Израиля. И так и было на самом деле. Мы видим, когда читаем Евангелие, что изначально Иисус пришел для своего народа. Замысел Бога был таков, чтобы Израиль стал священническим народом. Бог изначально это хотел. И явил спасение всем народам. Но этот замысел провалился, мы видим. И сегодня язычники пришли ко спасению для того, чтобы явить спасение Израилю. Все поменялось, друзья мои, потому что, по одной простой причине, Израиль его не принял. Те, к кому он пришел, не принял его. Но здесь была женщина, которая приняла его как своего спасителя верой, как спасителя своей дочери, и она кричала к нему. Что же побудило Иисуса остановиться? Первое, первое, будь настойчив. Она была настойчива. Она кричала тогда, даже когда Иисус не отвечал. Знаете, некоторые люди пискнут один раз и замолчат. Я консультирую людей, ко мне приходят люди уже с серьезной проблемой. И я их спрашиваю, а почему вы раньше не пришли ко мне? Они говорят, вы знаете, ну вы занятый человек. Да ты бы хотя бы попытался. Почему ты так думаешь, я бы ответил тебе? И вот так некоторые думают, что и Христос тоже занятый. Ему сейчас некогда. Ему не до твоих каких-то мелких дел. Вот когда планета будет рушиться, тогда ты станешь на колени. А сейчас, ну что там, ну вот прыщик вскочил на щеке. Ну помолись о нем Иисусу. Иисусу есть дело до каждой мелочи в твоей жизни. Она кричала. Иисус не слышал, не отвечал. Но она не умолкала, переставала кричать. И знаете, что произошло? Ученики стали ходатайствовать за нее. Знаешь, когда ты начинаешь кричать, то люди вокруг начинают замечать, что ты кричишь. И они тоже начинают за тебя ходатайствовать. Они говорят, ну слушай, давай помолимся за этого Ивана, потому что он так кричит к Богу уже третью неделю, и ничего не происходит. Нам уже жалко его. Он уже Бога отвлекает. Бог только его, наверное, слышит, а нас нет. Давай вместе будем молиться. Вот, друзья, для чего нам нужна церковь. Чтобы люди слышали наши молитвы и подвязались с нами. Вот для чего нужны нам наставники. Чтобы, может быть, Бог не отвечает тебе, но Он отвечал своим ученикам. Может быть, Бог сегодня не отвечает тебе, но Он ответит тем, кто молится за тебя. Нам нужна церковь. Мы нужны друг другу. Нам нужны наставники. И в этом во всем. Будь настойчив. Если есть какая-то проблема в жизни, стучись к своему наставнику. Стучись к Господу. Не останавливайся до тех пор, пока тебя не услышат. Не стесняйся и не смущайся. И не думай, что о тебе говорят. Тем более, если это связано с твоей жизнью. Если это мелочь какая-то, ну, не надо так сильно стучать. Стучите потише. Не отвлекайте пастора по мелочам. Богу можно, пастору нельзя. Я шучу, конечно. Но будьте настойчивы. Мы помним эту притчу о неправедном судье, когда женщина, вдова, она просила неправильно судью помиловать. И она стучала до тех пор, пока он не ответил. Послушайте, насколько Бог лучше, добрее, чем любой самый добрый судья, тем более уж неправильный. Поэтому стучите. Второй принцип. Ищи милости, а не справедливости. Ищи милости, а не справедливости. Действие Иисуса в этой ситуации можно было расценить как пренебрежение к этой женщине. Потому что Он сказал, ну, не гоже взять хлеб у детей и бросить его псам. Но она, невзирая на это, пошла и поклонилась Ему в ноги. Знаете, она, когда Ему кричала, Он не отвечал. Вот представьте себе, ты в церкви стоишь, пастора зовешь, а Он не отвечает тебе. Он даже не поворачивает. Ты его за руку теребишь. Пастор, пастор, а Он не отвечает, а еще отмахивается. Через, ну, буквально 30-40 секунд вы будете самым ярым критиком этого пастора. Вы всем расскажете о том, какой Он бессердечный. Вы будете добиваться справедливости. Вы собираете онлайн-группу и будете там общаться и говорить, как? Такой пастор может управлять нами. Он даже внимания не обращал, когда Ему на шею залез. Он молчал, когда Ему кричал в буха. Но Иисус здесь не отвечал женщине. И, казалось бы, по справедливости она должна сказать, ну, какой ты спаситель. И если, когда я нуждаюсь в тебе, моя дочь нуждается в тебе, ты даже внимания на меня не обращаешь. А еще при всем при этом, ты меня с таким сравнением взял и сравнил с псом, с нечистым. Псы – это нечистое животное у евреев было. Ты меня сравнил вот с этим, хотя так оно и было для евреев, для иудеев. Но она так не поступила, она пришла и упала в ноги к нему. Знаешь, она просто склонилась перед его ногами. Я вижу, как так же поступила Анна, когда Илья ее оскорбил, фактически незаслуженно. Она не стала искать справедливости, доказывать ему, что она не пьяна была. Она просто сказала, я хочу найти милости в твоих глазах. То же сделала и женщина, она не стала обращать внимания на оскорбления, на какие-то. Она просто хотела найти милости в его глазах. Как часто мы вместо милости в глазах наших пасторов и наставников ищем справедливости. Нам нужна справедливость. Нам нужно, чтобы справедливость восторжествовала, потому что он поступил или она поступила со мной несправедливо. Но я хочу вам сказать, что справедливости для себя лично ищут гордые люди для того, чтобы поддержать свой авторитет. Им неправда нужна. Им нужно сохранить свой авторитет. Славу о себе. Но хочу сказать сегодня тебе, не ищи справедливости, ищи милости. Склонись. Склонись, может быть, не перед дьяволом, перед ним не надо склоняться. Но склонись перед людьми, которые наставники перед тобой. Если они что-то делают неверно, поверь, Бог найдет, как образумить их. Продолжение следует...